Доброе утро, уважаемые руководители, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Прошедшая неделя, наверное, самая главная проблема не только у нас, но в целом у нашего региона, включая наших соседей, это большая снежная аномальная погода. Мы объявили план «Буран», вывели максимально возможное количество техники, но, тем не менее, ситуация в районах и на улицах, и во дворах, она непростая. Если говорить коротко про цифры, в среднем мы вывозим, наверное, 450-460 тысяч тонн снега за зимний период. Вот за новогодний период, начиная с 2 января до вчерашнего дня, мы вывезли 260-270 тысяч тонн. То есть за 2 недели половину того, что мы обычно возим за зиму. Но это не к словам оправдания, я просто о том, что на самом деле творится. И такое бывает, и такое еще раз будет. Ситуация на дорогах, пожалуйста, главы районов, во дворах, в районах доложите. Тимур Лазович, Андрей Николаевич. На территории авиастроительного и Новосаимских районов работы по вывозу снега ведутся с максимальным охватом улиц. Всего с начала сезона вывезено почти 82 тысячи тонн снега. Из них за новогодние праздники 45 тысяч тонн. В среднем за сутки вывозится 15 тысяч тонн снега. Параллельно по ряду дорог выполняется роторная перекидка. В период после введения в городе операции «Буран» задействована 681 единиц техники для уборки и вывоза снега, в том числе 281 привлеченные. Ежедневно дополнительно к имеющейся привлекается в среднем 27 единиц погрузочной техники, 74 самосвала и 5 автогрейдеров. По согласованию с Центральным территориальным управлением Минекологии для ускорения оборота техники, в районах дополнительно открыты два места временного складирования снега, по одному в каждом. Сегодня, в настоящее время, основной снег принимается на снежной свалке по улице по проспекту Амирхана. На очистке пешеходных тротуаров ежедневно работают 18 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Для предотвращения образования гололеда выполняется противогололедная обработка дорог и тротуаров с использованием реагентов и песчано-солевой смеси. Всего с начала зимы израсходовано более 6 тысяч тонн. По территории многоквартирных домов. У нас в двух районах 1212 многоквартирных домов, которые находятся в управлении 208 управляющих компаний. К сегодняшнему дню нормативном состоянии находится 1144 или 94%. В период с 15 по 17 января операции «Буран» в уборку придомовых территорий ежедневно было задействовано 650 дворников, 66 единиц специальной техники, причем 23 нанимались дополнительно, 35 единиц малой механизации. Все дворы крупных управляющих компаний в настоящее время умраны. Имеется только проблема во дворах с большой запаркованностью. По малым управляющим компаниям ТСЖ, ЖСК из 292 домов очищено 224, в работе находится 68. В двух районах 430 домов со скатанными кровлями. Наиболее проблемной зоне из них находилось 62, нужно было оперативно очистить. К сегодняшнему дню очищено 39, остальные 23 кровли будут очищены сегодня. На уборке кровли ежедневно работает 13 бригад, 52 человека. Я хотел бы через средства массовой информации поблагодарить жителей домов Ямашево-82, Чистопольское-23, Голубятников-20, Чуйково-9, которые по приглашению своих управляющих компаний вышли на уборку дворов вместе с дворниками, около 70 человек. Работа по приведению территории районов в нормативное состояние продолжается. В ближайшее время мы выйдем в нормативное состояние. Спасибо за внимание. Начало года в Казани выдалось снежным. Всю предыдущую неделю работа по очистке районов велась в круглосуточном режиме, чтобы не допустить снежного коллапса и сохранить нормальные условия жизнедеятельности казанцев. Всего для уборки дорожной сети территории Кировского и Московского районов ежедневно было задействовано до 148 единиц снегоуборочной техники, в том числе 33 дополнительно привлеченные и более 100 дорожных рабочих. За предыдущую неделю было вывезено более 12 тысяч тонн снега. Приоритет на борьбу со снегом начали с самых оживленных улиц, транспортных узлов и подъездов к жизненно важным объектам. Работы проводили даже с учетом большого трафика движения. С начала года введение района было передано дороге второй очереди ЖК Салават-Купре. Очистка снега осуществляется регулярно дорожными службами. Работу коммунальных служб в заслуженном режиме отслеживали сотрудники администрации и руководители подразделений исполнительного комитета. Контроль качества уборки снега на дорогах, на перепадах проездов, часа тротуаров, парковочных карманов. Ежедневно производился обход предприятий и организации района. Вынесено более 150 предупреждений за неуборную территорию. В администрацию выведено более 2 тысяч камер с многоквартирных домов, что позволило оперативно отслеживать ситуацию, контролировать, как убирают территорию во дворах жилых домов. Ежедневно трудилось свыше 300 дворников и до 40 единиц техники. Позитивным примером стали субботники в дворах, организованные по инициативе жителей самих домов. Самые масштабы прошел из жилка Салават-Купре. Мы регулярно обращаемся к нашим жителям по всем каналам связи с просьбой не оставить машины на въездах и выездах во дворы. Очень важно, чтобы в любое время могла заехать спецтехника. От качества уборки зависит, смогут ли дети и подростки утром без препятствий пройти в школу или детский сад. Большой объем работ проходился на освобождении дорог от снега в жилых массивах, протяженность которых в Кировском и Московском районе составляет более 100 км. В первую очередь производится очистка дорог в поселках, примыкающих к основным, затем техника перемещается на отдаленные участки. Одновременно ТОС и волонтеры помогают с уборкой территории к домам одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. Ответственной работой для обслуживающих организаций является очистка крыш от снега и наледи. Более 1000 жилых и социальных объектов было проведено в нормативное состояние. Из них 645 домов и 355 объектов социальной сферы. Жители самые требовательные контролеры. На портал «Открытая Казань» с 1 января поступило более 500 заявок. В ГИС «Народный контроль» 85, 240 звонков на телефон «Горячая линия». И 150 человек оставили комментарии на неубранный снег в социальных сетях. Все заявки оперативно были решены в течение суток. По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обращаться по телефону «Горячей линии» 557 7610 и в официальный аккаунт социальных сетей. Работа по уборке снега будет продолжена в усиленном режиме до завершения зимы. В связи с выпадением большого количества осадков 15 января был объявлен оперативный план «Буран». За этот период времени с 15 по 18 января вывезено 36 тысяч тонн снега, использованы 596 тонн реагента, 390 тонн пескосоляной смеси. Среднесуточный выход техники составил 350 единиц, из них 160 арендованные. Для уборки тротуаров использовали 34 единиц техники, малой механизации и 165 человек дорожных рабочих. С 1 января 2021 года по 18 января вывезено 74 тысячи тонн снега, использованы 1500 тонн реагента и 1784 тонн пескосоляной смеси. Подрядными организациями использовалось 4 специализированных места для складирования снега. Дополнительно определены 3 места после объявления плана «Буран». Это улица Портовая вдоль ЛЭП, жилой массив Мирный, возле питомника территория, возле центра грибных видов спорта. По состоянию на 18 января организациям и предприятиям районов заключены 251 договор на уборку снега с их территорий. Перегруженность снегоплавных пунктов приводит нас немножко к дополнительному простою арендованных самосвалов в очереди на выгрузку, но мы с этим стараемся справляться. Работы по текущему содержанию дворовых территорий после обильного снегопада были организованы всеми управляющими компаниями. Ежегодно к уборке привлекалась спецтехника. Более 37 единиц, в том числе в воскресные дни 29 единиц дополнительно задействованы в уборке 302 дворника. Проводилась очистка всех 742 дворов. На сегодня приведены в соответствующее состояние 73 процента. Очищены от снега 83 скатные кровли. На очистке кровли задействованы 31 человек. Работы-то еще у нас предстоит достаточно. Будем продолжать в том же темпе и режиме. Постараемся быстро привести в соответствующий вид район. Спасибо за внимание. Спасибо, Роман Драмизос. С момента начала ухудшения погодных условий администрации района, организации жилищно-коммунального хозяйства, дорожные службы перешли на усиленный режим работы. В исполнение введенного плана «Буран» для уборки уличной дорожной сети генеральным подрядчикам было привлечено дополнительно 92 единицы техники, а управляющими компаниями привлечено еще 44 единицы. С учетом имеющихся у подрядной организации техники, ее среднесуточный выход для уборки УДС составил 226 единиц, а во дворах ежедневно работала 81 единица спецтехники и 731 дворник. В первую очередь особое внимание уделялось очистке подъездных путей и подходов к учреждениям образования, здравоохранения, остановочным площадкам и маршрутам движения общественного транспорта. На контроле остается очистка скатных крыш от снега и наледи. В настоящий момент убрано 203, самые критичные. На сложных участках Мамадышского тракта, улицы Арбузова и проспекта Победы, было организовано дежурство специализированной техники для оперативной буксировки застрявших длинномеров и фур. В связи с большой нагрузкой на снегоплавильные станции в районе принято решение о временном вывозе и складировании снега на двух пунктах временного хранения по улице Бухарская и Космонавтов-Аграрной. Всего с начала периода вывезено 17 тысяч тонн снега. Нашими сотрудниками организована профилактическая работа с организациями потреб рынка и услуг предприятиями районов в целях своевременной очистки прилегающих территорий. В администрации района же организована горячая линия и мониторинг социальных сетей в целях оперативного реагирования на жалобы горожан. На сегодня продолжается работа по очистке и вывозу снега, а также расширение дорог в поселках. Несмотря на то, что работы еще остается достаточно, пользуюсь случаем, хочу выразить благодарность предприятиям, организациям района за выделение техники, ГИБДД по городу Казани за помощь в организации уборки УДС, а также всем работникам жилищно-коммунального комплекса, нашим дорожникам, задействованным в ликвидации последствий снегопадов. Спасибо за внимание. Игорь Владимирович, пожалуйста, как в целом? Где наши резервы и какие планы? По данным ГИБДД Республики Тарстан с начала года выпало 52 мм осадков, причем за 14-16 января 24 мм, это две трети месячных нормы. Всего с начала года выпало 158% от месячной нормы января. Естественно, такой обильный снегопад потребовал концентрации всех сил и средств для приведения дорог, нормативное состояние. Среднесуточный выход техники с учетом дополнительно привлекаемой составляет порядка 1000 единиц. Вот сегодня за сутки вышло 985 единиц, несмотря на выходные дни. И дополнительно привлекается с различных предприятий и организаций до 450 единиц самосвалов и погрузочной техники. Работы по вывозу снега ведутся с максимальным охватом улиц. Всего с начала сезона вывезено 290 тысяч тонн снега. И в среднем за сутки вывозится по 24 тысячи тонн. К сведению напомню, что производительность снегоплавилок, которые имеются в городе, составляет 7200 тысяч тонн снега в сутки. То есть они перегружены в трекратном режиме. Поэтому с согласованием Министерства экологии Республики Татарстан дополнительно открыты 17 мест временного складирования снега. Это позволило, конечно же, значительно повысить эффективность вывоза снега и минимизировать простой самосвалов. На пешеходных тротуарах работают 70 единиц средств малой механизации и 400 дорожных рабочих для предотвращения гололеда. Ежедневно в двухкратном режиме как минимум ведется обработка дорог противогололедным материалом с использованием реагентов. Всего с начала зимы израсходовано более 37 тысяч тонн противогололедных материалов. Работы по вывозу снега, поджиму, очистке тротуаров, дорог, внутриквартальных проездов и поселков продолжаются. Что у нас в соотношении количества техники и дефицита рабочих рук? Пожалуй, самая большая проблема – это наличие механизаторов и водителей. На сегодняшний день зарплата водителей и механизаторов в отрасли погоды составляет в среднем 34 тысячи рублей, в то время как в строительстве больше 50 тысяч рублей водитель автобусов получает 50-60 тысяч рублей. Естественно, с такой низкой зарплатой мы не можем привлечь достаточное количество механизаторов. На сегодняшний день у нас закомплектованы люди только в первую смену, и то не полностью. То есть половина техники проставит из-за того, что просто нет людей на работу. Мы достаточно активно покупали технику. Да, есть вопрос износа, но самый главный на сегодняшний день вопрос – это на самом деле главные факторы, которые – это нехватка рабочих рук. Вместе с управляющими компаниями цифру, которую мы имеем на сегодняшний день, у нас 700 рабочих на сегодняшний день. Это водители, дорожные работники, а нужно по нормативам нам полторы тысячи. То есть вот о чем Игорь Владимирович говорит – не хватает людей во вторую смену. Понятно, любой водитель не семижильный, есть вопросы безопасности, тем более работает на дорогах, где общественный транспорт, где наши пешеходы. Поэтому будем решать, будем еще раз стучаться во все двери правительства, прежде всего Министерства финансов, чтобы соответствующее финансирование было определено. Да, когда простая снежная зима, когда простые снежные дни, в одну смену успевают и дороги первой, и второй, и третьей категории, и поселковые. Вообще есть норматив, который предусматривает в течение семи дней после снегопада расчищать дороги различные. Это, ну, имеется в виду третья категория. Первую категорию мы должны сами для себя поставить, что в течение трех суток. Но, тем не менее, это при нынешнем количестве автотранспорта, при интенсивности движения, общественного транспорта, тяжело справляться. И количество, конечно, личного автотранспорта по дворам. Я понимаю, что ни у кого радости не вызывает, когда в очередной раз главы районов, управляющие компании взывают к припаркованным не в тех местах машинам, на дорогах, причем на дорогах, на магистральных, на первой категории. Но, тем не менее, нравится, не нравится, мы должны понимать, что и пока будет лозунг среди жителей «Все вокруг колхозное, все вокруг мое», мы порядок не наведем. Это ни один глава района, ни одна управляющая компания без диалога с жителями, без их понимания. Благо он есть, я хочу присоединиться к словам благодарности за волонтерский труд. На самом деле, и в комментариях, в социальных сетях категория людей все больше и больше, которые говорят, что понимаете, что происходит. Это стихийные бедствия, это не просто какой-то снег. И отдельный комментарий, что они не знали, что будет снег, знали, но на ходу снег ловить никто еще не научился. И когда выпадает большое количество осадков, которые в течение трех суток 50% от месячной нормы, то, конечно, это стихийные бедствия. Но и с ним мы должны вместе учиться бороться. Ни в коем случае никто не перекладывает на чьи-то плечи ответственность за стояние дорог. Это делать должны и будут предприятия благоустройства, управляющие компании, рабочие дорожные, механизация наша. Но всеобщее понимание должно быть. Никто не оправдывается, никто не опускает руки. Мы точно знаем, что нужно делать. Но на сегодняшний день главное наше оружие в борьбе со стихийными бедствиями следующее – это диалог с Министерством финансов, с коллегами из правительства. Потому что Казань растет по количеству автомобилей, по количеству дорог, по количеству обслуживаемой территории. И понимая, что такие снежные аномалии будут и впредь, мы должны уметь работать в любых погодных условиях. Но у населения просим нашего уважаемого понимания и будем благодарны за совместную ответственность во дворах, на магистралях, чтобы даже если машины и ставили в период уборки, на момент уборки, на момент вызова снега, их обязательно убирали. В начале года традиционно подводим демографические итоги. Минулина Римма Шамильевна, руководитель управления ЗАГС. Пожалуйста, о демографических показателях за прошлый год. В 2020 году в Казани зарегистрировано 19 777 актов о рождении, что на 93 акта больше показателя 2019 года. Первенство, как и прежде, остается за мальчиками. Их родилось 52%. Девочек, соответственно, 48%. Из общего числа зарегистрированных актов о рождении первенцы составили 43%, вторые дети – 38%, третьи и последующие – 19%. Тенденция к формированию семей с несколькими детьми сохраняется в городе уже более 10 лет. Хочу отметить, что за этот период количество рожденных третьих и последующих детей увеличилось в три раза. В 259 семьях родились двойняшки, в пяти семьях – тройняшки. Последние 8 лет тройка самых распространенных имен остается неизменной. Среди мальчиков Амир, Карим, Тимур, среди девочек София, Ясмина, Амина. Наиболее интересные имена детей, которые были зарегистрированы в 2020 году – Кави, Тимир, Владмир, Красава, Зулиха, Ханна. На фоне городов-миллионников Приволжского федерального округа, таких как Уфа, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Казань сохраняет высокую рождаемость. Неизбежно, но любая жизнь находит свое завершение. В 2020 году в Казани зарегистрирована смерть 16 758 человек. Из них 49% – мужчины и 51% – женщины. Прошу обратить внимание на слайд, на котором видно, что в Казани по сравнению с городами-миллионниками сохраняется превышение регистрации рождения над регистрацией смерти. Казань по-прежнему остается растущим городом. И подтверждением тому служит тот факт, что в прошлом году по количеству населения Казань стала пятым городом в России, опередив Нижний Новгород. С 28 марта и по 12 мая, в период действия особого эпидемиологического режима, в органах ЗАГС была приостановлена государственная регистрация всех актов гражданского состояния, кроме регистрации смерти, рождения и заключения брака в исключительных условиях и только в присутствии жениха и невесты. В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан, с 12 мая Управление ЗАГС возобновило оказание всех видов услуг с соблюдением ограничительных мер, которые в большей степени коснулись регистрации брака. В церемонии государственной регистрации заключения брака могли участвовать не более 10 человек. При этом все участники мероприятия должны были находиться в средствах индивидуальной защиты. С 15 июля 2020 года разрешена государственная регистрация заключения брака с общим количеством участников, определяемым из расчета 1 человек на 4 квадратных метра в помещениях площадью более 40 квадратных метров. Данные ограничения действуют и по настоящее время. Все эти меры сказались прежде всего и на статистике браков и разводов. По итогам 2020 года зарегистрировано 8369 браков, что на 19% меньше предыдущего года. Как и в предыдущем году, чаще всего вступали в брак мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 18 ноября 2020 года зарегистрирована самая взрослая пара, в которой жениху исполнился 84 года, а невесте 88 лет. В 2020 году зарегистрировано 3938 актов о расторжении брака, что на 18% меньше 2019 года. Сравнивая соотношение брак-развод городов-миллионников Приложского федерального округа, хочется отметить, что Казань сохраняет лучший показатель. Непростой 2020 год, к сожалению, внес свои коррективы и в такое направление нашей деятельности, как проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей и повышение авторитета института брака. В первую очередь это коснулось наших юбиляров с семейной жизнью, которым особенно важно не только внимание и поддержка, а также возможность вместе с детьми и внуками вспомнить свой день бракосочетания, еще раз пройти под звуки марша Мендельсона и окунуться в атмосферу праздника. Мероприятия по чествованию юбиляров были возобновлены во второй половине года, когда были смягчены ограничительные меры. По итогам года нами были поздравлены 1189 семей долгожителей, что на 124 семьи больше, чем в 2019 году. Так, с 70-летним юбилеем, благодатной свадьбой, одна семья, с 60-летним юбилеем, бриллиантовой свадьбой, 193 семьи, с 50-летним юбилеем, золотой свадьбой, 995 семей. Вот такая статистика, что принесет 2021 год, покажет время. Доклад окончен, благодарю за внимание. Спасибо. У каждого испытания есть свои плюсы, минусы. В целом, в пандемию чуть поменьше женились, но самое главное – разводиться, стали тоже реже. В целом, динамика положительная и оптимистическая тенденция. Уровень рождаемости по-прежнему в Казани высокий. Естественный прирост тоже. Казань растет. Мы обогнали по количеству жителей и населения Нижний Новгород. И на 2040 год специалисты планируют, что население будет полтора миллиона. Могу подписаться, что это будет как минимум на 5 лет раньше. А вообще, при том, как мы на сегодняшний день развиваемся, я думаю, в ближайшие через 10 лет уже полтора миллионную отметку мы точно перешагнем, а может и больше. Это накладывает, кроме радости, и нашу ответственность перед нашим будущим, перед завтрашним днем мы должны поспевать за развитием города инфраструктурно, социальные объекты, дорожно-транспортная инфраструктура, количество и качество жилья на разный ценник, на разный кошелек. И очень важно не снижать набранные обороты в развитии нашего города. Поэтому, надеемся, и 2021 год покажет положительную тенденцию в рождаемости. Пусть по-прежнему меньше будет разводов. Что касается женитьбы, она точно некорректная цифра, поскольку многие, например, мой сын прочитал никах и живет в браке, а согласно нашим обычаям, никах это и есть уже соединение сердец и уз семейных жизней, но не зарегистрировал брак. Поэтому на одну семью точно цифра некорректная. Я уверен, что таких больше на самом деле. Просто пандемия не позволила сыграть свадьбы и посетить ЗАГС ввиду тех ограничений, которые мы наложили. Поэтому пусть 2021 год будет успешным в количестве регистраций браков, рождаемости и других тенденций положительных, которые говорят о том, что люди выбирают Казань как место жительства, идут на второго, на третьего, на четвертого и на пятых ребенка, потому что уверены в завтрашнем дне, потому что выбрали наш город, приезжают студенты, за студентами приезжают родители, мы всем рады, мы будем работать для того, чтобы оправдать самые их лучшие надежды на город безопасный, экологически чистый, здоровый, благоустроенный, ухоженный, где в мире согласия живут веками люди. Поэтому пожелаем всем успешного года. Несмотря на пандемию, мы не отказываемся от стратегических проектов развития города, где-то поджимаемся, где-то продолжаем реализовывать те проекты и те планы, которые сами для себя поставили. В прошлом году мы заявили во главе с президентом нашей республики Рустаном Маргалевичем Миниханом о масштабном проекте, это первый городской парк на берегу Казанки. Так что рассмотрим сегодня стратегию развития прибрежных территорий реки Казанки, доложит главный архитект Казани Тухватульна Ильсиар Мисхатана. Хочу рассказать о первых шагах по реализации стратегии развития реки Казанки, которая была разработана по инициативе президента республики Тазарстан Рустама Маргалевичем Миниханова и представленной ему в августе 2020 года. Ее реализация возложена на рабочую группу под вашим руководством Исурайцевича, в которую входит помощник президента Наталья Фишман-Бекмамбентовой, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, исполнительный комитет, специалисты управления архитектурой и красостроительства города Казани, студия «Оркестра». Этот проект – важный шаг к формированию полноценного зеленого каркаса города. Напомню, что эта работа была бы невозможна без большой подготовительной работы, проделанной специалистами различных структур исполнительного комитета города Казани, а именно определение вектора развития и основные точки роста проблемных территорий, разработка технического задания, сбор имеющихся исходных данных, аналитика всех наработок за предыдущие годы по данным территориям. Проект охватывает территорию в 3000 гектар от Голубых озер до Волги и призван объединить город вокруг первого в стране национального парка. В рамках реализации стратегии вокруг реки Казанки появится 12 новых парков, которые по самым скромным расчетам будут посещать 5 миллионов 700 тысяч человек ежегодно. Общая площадь новых парков составит 1536 гектар, это соизмеримо с пятью центральными парками Нью-Йорка. Длина береговой линии в черте города составит ориентировочно 68 километров. В процессе формирования стратегии студия-оркестра проводила многочисленные обходы и изучение территории с участием жителей города, экспертами и специалистами исполнительного комитета города Казани. В ходе реализации исполнительный комитет управления архитектурой, комитет внешнего благоустройства, ГЗИО, детально прорабатывают процесс проектирования, вопросы по межеванию земельных участков, также проходят все процессы согласования с ресурсоснабжающими и техническими организациями. Цель стратегии, еще раз повторю, создать крупнейшую экосистему прибережных парков, который станет экологическим, экономическим, образовательным ресурсом для устойчивого развития всей Казани. Каждый парк, включенный в стратегию, уникален. У каждого есть свое лицо, свой внутренний код и характер места. С каждым парком связаны старые легенды наших предков, истории родителей, теплые воспоминания, культурные привычки и традиции. Поэтому очень важно сохранить идентичность и отличительные черты каждого парка, но особенно важно сохранить культурные традиции и привычки людей в парковых природных территориях города. И начнем по каждому парку рассматривать. В парке «Парк Старая Казанка» в Адмиралтейской Слободе в парке в первую очередь будут проходить тематические события с разных сторон, развивающие идентичность Адмиралтейского района. Здесь продолжат развиваться межкультурные взаимодействия и обмен, которые исторически определяли атмосферу водных ворот Казани. Парк «Манзара» с видом на Кремль со стороны парка «Карлай». Парк открывает доступ к лучшим точкам для созерцания Казанского Кремля. Особенность парка – его сезонность. Летом можно прогуляться и познакомиться с историей города на велосипедных и пеших экскурсиях или просто отдохнуть на главном городском пляже. Зимой в парке будет работать открытый каток. Линия павильонов на прибрежной территории будет поддерживать мероприятия и активности в парке. Парк «Сады» у Казанки. От центра семьи Казан до развлекательного парка «Ривьера». Концепцию проекта этого сада разрабатывает один из лучших ландшафтных архитекторов Франции – Мишель Пина. Территория вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской и Ленинской дамбы включительно обретет новое смелое наполнение. Согласно концепции, на участке вдоль улицы Сибгата Хакима планируется разбить новый парк с набережной, наполненной активными функциями спорта, детскими площадками для жителей города, культурными и фестивальными площадками для проведения крупных городских событий, сценическими театральными представлениями, с причалом для малых лодок, зонами кафе. Парк также станет важной отправной точкой для водных прогулок по Казанке. Парк будет отличать уникальное объединение насыщенности и активного использования территории и высокая озелененность, плавно переходящая от улицы Сибгата Хакима к воде. Фестивальный квартал со стороны Центрального стадиона на этой территории планируется создать пространство для организации уличных фестивалей. Парк знаний на Кремлевской набережной под зданием Национальной библиотеки, так как он расположен в непосредственной близости с важным центром Национальной библиотеки Республики Татарстан, парк символично продолжает просветительскую функцию территории. Экстрим парк Урам под Миллениуму. Первым реализованным проектом стратегии стала набережная от НКЦ до моста Миллениум. На набережной появилась уличная сцена и амфитеатр, как продолжение Национальной библиотеки, также поля для мини-гольфа и волейбола, многомациональные зеленые зоны. Начальным этапом реализации большого проекта благоустройства набережной стал экстрим парк Урам возле Миллениума. Площадь Урама – 42 тысячи квадратных метров, и это самый большой в России экстрим парк, который даст возможность городу принимать чемпионаты и международные соревнования, а также поддерживать развитие экстремальных направлений спорта в Республике. На сегодняшний день завершена первая очередь парка площадью 20 тысяч квадратных метров. Она разделена на несколько зон для разных видов экстремального спорта, а также включает два полноформатных футбольных поля и три поля для мини-футбола. Также проедом предусмотрена организация новых входных зон на набережную с улицы Подлужная. Связи с общественным пространством задумывались еще при реализации парка Горького в 2014 году, как большая синергия общественных пространств с различным функциональным наполнением. Они позволят связать набережную пешеходным маршрутом с парком имени Горького и экопарком русско-немецкая Швейцария. Спортивный парк у стадиона «Акбарс-Арена». Парк объединит главные спортивные объекты города и станет центром, где совершенствуются существующие и формируются новые спортивные сообщества. Профессиональный и пляжный волейбол, трекинг, спортивное ориентирование, велоспорт, скандинавская ходьба и многое другое – здесь каждый сможет выбрать занятие по душе. В зимнее время новая 5-километровая беговая дорожка будет превращаться в лыжную трассу для прогулок и районных чемпионатов, а на открытом льду каждый сможет присоединиться к мастер-классу профессиональных хоккеистов или научиться основам фигурного катания. Проект парка «Русско-немецкая Швейцария». Парк включает в себя историческую территорию немецкой Швейцарии и Скотских гор. Реликтовый лесной массив в самом центре города Казани, сохранившийся почти в первозданном виде, и культурные традиции и места формируют идентичность парка. Здесь можно будет не только узнать об археологических раскопках, но увидеть редкие, в том числе, краснокнижные растения и понаблюдать за птицами. Русско-немецкая Швейцария станет пространством экотерапевтических практик на всей территории и интеллектуального отдыха в центре города, местом для вдохновения природным и культурным наследием. По Вашему, Сурайсович, поручению, после Вашего посещения совместно с экологами и активистами был реализован проект по благоустроить свое очищение купелей и родника, которыми активно пользуются местные жители, и также перекрыт заезд для автомобилей. На сегодняшний день готовится постановление Кабинета министров о создании охранной зоны русско-немецкой Швейцарии, включающей в себя всю территорию от Миленима до 15-й горбольницы с водными акваториями в том числе. Также по Вашему поручению был просчитан проект по созданию инфраструктуры для начинающих сноубордистов и лыжников, облюбовавших один из склонов Швейцарии, на котором раньше была снежная свалка. Вместо размещения габаритного бугельного подъемника предлагается более экологичный и транспортабельный вариант, такой как надземный ленточный подъемник с размещением вдоль горнолыжной трассы. Савиновский парк. Районный парк, где жители смогут не только прогуляться по Зеленой набережной, но и узнать новое об истории своего района. По Вашему поручению, Ильсу Раисович, и многочисленным обращениям от граждан и активистов были проведены работы по сохранению зеленой зоны и по созданию парка по улице Гаврилова. На сегодняшний день исполкома ведется работа по созданию ООПТ «Парк Савинова». В январе планируется утвердить положение о создании данного ООПТ. Парк «Залив Казанки» вдоль железной дороги у вас санатория Левадия. Парк станет главным местом встречи любителей экстремального водного спорта. Инфраструктура парка создает условия для комфортного знакомства с природным и культурным наследием реки. Также по Вашему поручению, Ильсу Раисович, на этой территории был выделен участок под питомник краснокнижных растений. С помощью КВБ и горвода зеленхоза этим летом была проведена акция пересадки краснокнижных растений из русско-немецкой Швейцарии на озеро Лебяжье. Дальнейшим силами экологов КФУ и Сергея Германовича Мухачева этот опыт будет внедрен для постоянного использования. Необходимо отметить, что подобный опыт, по мнению российских коллег и экспертов в этой области, я имею в виду выращивание краснокнижных растений и дальнейшие высадки в дикие природные участки, является редчайшим примером в нашей стране. Парк Пяти рек в зоне притока Малых рек в Казанку и до Голубых озер Самый большой экологический парк в городе, открывающий региональный эко-маршрут по Казанке. Новые маршруты и тропы парка соединят Казань с прилегающими поселениями, поддерживая и укрепляя региональные связи. Здесь можно будет познакомиться с уникальной экосистемой Старищ Казанки, отправиться по прогулке по Малым рекам. «Голубые озера» – проект экотуристического кластера, который победил в федеральном акселераторе оси. Концепция проекта – развитие экотерапии, то есть практика здоровления в природной среде. Миссия проекта – сохранение ценной экосистемы Голубых озер и создание возможностей для разнообразного отдыха и экотерапевтических практик на всей территории кластера, чтобы сократить нагрузку на сами озера. В рамках первого этапа будут созданы эковорота, первые в рамках стратегии реки Казанки, сервисный центр на Казанке рядом с Большим Голубым озером, прокат лодок, кафе, зона пикника, реконструкция водопада, экологические тропы с двумя маршрутами, образовательным о природе Голубых озер и лесотерапевтическим маршрут будет знакомить с практиками лесотерапии. Также на территории предполагается размещение эко-кемпинга. Экопарк Суаланы со стороны аэродрома Борисоглебская. Суаланы станет главным научно-образовательным парком Казанки, а также центром развития программ зеленой экономики республики. Важной частью парка будет научно-экологический центр, который объединит исследователей ведущих университетов Казани. Здесь будут формироваться новые проекты и исследовательские группы, работа которых в дальнейшем будет способствовать реабилитации местной экосистемы. На сегодняшний день ведется плотная работа со всеми подразделениями Исполнительного комитета города Казани, Архитектурным бюро Оркестра, также с участием помощника президента Татарстана Натальи Фишман Бекмаметовой по созданию программы для дальнейшей реализации стратегии реки Казанки. В программу войдут не только вопросы по осуществлению строительства, но прежде всего юридические и игростроительные задачи, связанные с определением статуса и регламента каждого участка, включенного в стратегию реки Казанки. Так, в настоящее время подготовлены границы проекта планировки территории регионального значения, объединяющего в единый национальный парк, перечисленную мной территорией города и территорией ООПТ «Голубые озера» Высокогорского района города Казани. Необходимо разработать документ, беспрецедентный для страны, включая в себя разработку комплекса задач, оздоровление и восстановление экосистем реки Казанки, запуск предпринимательских проектов и культурной программы с местными сообществами, благоустройство парков, создание новой единой модели управления и сохранение всей территории, вошедших в стратегию. Цель стратегии, еще раз повторю, создать крупнейшую экосистему прибрежных парков, который станет экологическим, экономическим, образовательным ресурсом для устойчивого развития всей Казани и позволит каждому жителю города по-новому открыть прибрежные территории. Спасибо, доклад закончен. Реализация этого важнейшего для города и его жителей проекта займет ни год и ни два. Большая, масштабная работа, амбициозная задача, которую нам по силу решить только во главе с нашим президентом, коллегами правительства, с нашим неравнодушным бизнесом, талантливыми архитекторами, дизайнерами, общественностью, экологами. И, конечно же, этот проект не только о красивых лавочках, дорожках, удобном, комфортном отдыхе. Это очень повысит экологию города. Илься Мисхаттин, как человек творческий, больше внимания, безусловно, уделяет эстетике, красоте в реализуемых решениях. Но мне, как мэру, очень важно, что мы оставляем вот в этой десятками километровой зоны, прежде всего природные и экологически важные для города решения, освобождаем от застройки. И это решение, оно на века. Доступ, как мы говорили, практически в 10-минутной ходьбы полумиллионное население Казани, и 550 тысяч цифр оркестра называла, а миллионное население буквально в 10-минутной езде на машине. И мы... Вся береговая линия остается природной, общедоступной, и еще раз хочу сказать, это благотворно повлияет на экологию нашего города. Не все просто. Вот докладчик рассказал о короткий отрезок, хотя это десятки гектар земли, на улице Гаврилова. Мы провели большую работу, спасибо собственникам этой земли. Продавали не мы, это федеральные некогда земли, которые принадлежали КПО Горбунова. Там одни белые воротнички, вторые московские, иных уж нет, от те далече, напродавали, наотрезали эти земли, а мы вынуждены были вот в диалоге находить решение. Но важно, что мы его нашли, и на сегодняшний день в том числе и земля микрорайона Гаврилова будет отдана под благоустройство парковых зон, а это в интересах не только местных жителей, но и всего города Казани. Начинается кропотливая для нас, незаметная для жителей, бумажная работа, разработка, согласование, проектирование, подготовка почвы для реализации этого огромного проекта. Будет он реализовываться этапами, но без этого невозможно приступить к реализации непосредственно на каждом конкретном участке проектируемой территории. И еще раз хочу сказать, ничего подобного в масштабах страны нет, поэтому спасибо нашему президенту Рустаму Галичу Миниханову за поддержку нашей инициативы. Надеемся, поэтапно, мы уже в ближайшем будущем увидим первые островки большого и экологически важного проекта для Казани. Перед Новым годом мы провели последние сельхозяйственные ярмарки. Результаты доложит Руслан Форидьевич Фазалзянов, представитель комитета потребительского рынка. В 2020 году в целях обеспечения жителей города сельскохозяйственной продукцией и товарами народного потребления с 12 сентября по 27 декабря проходили традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Для жителей города сельскохозяйственными производителями республики была представлена продовольственная продукция по рекомендованным ценам. Данные цены были ниже на 20%, чем среднерыночные. В ассортименте была представлена как овощная, мясная продукция, так и непродовольственная группа товаров. Ярмарки проходили на 16 площадках, адреса представлены на слайде. На каждой торговой площадке приняли участие сельхозпроизводитель 22 муниципальных районов Республики Татарстан, а также 22 организации агропромышленного комплекса Республики, такие как предприятие Татпотребсоюза, тепличный комбинат «Майский», холдинговая компания «Акбарс» и другие предприятия. Вся продукция, реализуемая на ярмарках, предварительно проходила контроль качества соответствующими службами. Всего проведено 16 сельскохозяйственных ярмарок, завезено продукцией на общую сумму 628 млн. рублей. Средняя реализация за один ярмарочный день составила более 39 млн. рублей. Осенние ярмарки пользовались большой популярностью у жителей города. Среди продаваемой продукции традиционно наиболее востребованными были овощи, мясо и молочная продукция. Вне ярмарочной торговли были соблюдены все нормы и требования Роспотребнадзора. Это в том числе и дистанция размещения торговых мест и соблюдение масочного режима продавцов. В совместном с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 26 октября по 9 ноября была организована горячая линия по вопросу безопасности продукции и срокам их годности. Всего за данный период поступило 133 обращения. В основном интересовались правилами реализации плода овощной продукции и требованиями к качеству и безопасности продукции. В ближайшее время проведение ярмарок не планируется. Информация о датах проведения очередных ярмарок к населению будет доведена дополнительно через средства массовой информации. Спасибо за внимание. Спасибо. Остается поблагодарить наших уважаемых сельхозпроизводителей. Слова благодарности всем, благодаря которым у нас на столе хлеб, молоко, картошка, мясо, другие продукты наших сельхозпроизводителей. Пожалуйста, уважаемые главы районов, найдите возможность в традиционные мероприятия, которые проводятся у наших коллег на селе, приехать от имени горожан, сказать слова благодарности за их труд, низкий поклон всем хлеборобам, всем нашим соседям, сельчанам. И продолжаем работу. Ильдар Сайдзянч, просьба в ближайшие дни доложить то, о чем мы договаривались, о расширении мест, оборудованных сельхоз, ярмарок, чтобы как только строительный сезон летний позволить начать работы главы районов, пожалуйста, доложите. Ильдар Сайдзянч, в ближайший график поставьте, чтобы вместе с главами, четыре главы, Ильдар Сайдзянч, вы, Управление архитектуры, Ильсиар Мисхаттана, чтобы эстетически было это похоже на столицу, вопрос о расширении площадок для реализации сельхозпродукции нашими соседями. Коллеги, завтра у наших дорогих православных братьев и сестер праздничный день, крещение Господня. Всех поздравляю с этим праздником, мира, мирного неба, крепкого здоровья, счастья в семьях. И, пожалуйста, главы районов, все ответственные, соответствующие места, пожалуйста, уделите этому вниманию. Хотя, насколько я помню, и наш митрополит, и владыка Кирилл, и святейший призвали к тому, чтобы воздержаться от купания. Но, тем не менее, если таковые будут, пожалуйста, уделите этому внимание. Всех с наступающим праздником и успешной рабочей недели, коллеги. Спасибо.